Всем привет, дорогие друзья! Часто спрашивают, сейчас решил про это рассказать. Многие сталкиваются с такой ситуацией. Имея две рации, где-то там решили между собой поболтать и столкнулись с такой проблемой. Говорим в эту рацию, то есть они настроены сейчас на одну частоту. Говорим вот в эту рацию, раз-раз-раз-раз, все нормально, сигнал проходит. Теперь говорим вот в эту рацию, да, раз-раз, раз-раз, никакой сигнала нет. То есть обратите внимание, что рация принимает, но ничего не говорит. Из-за чего это происходит? Первый момент, сразу убираем все моменты насчет неработоспособности рации, не того, что не работает микрофон, там, так далее, так далее. Второй момент, что у вас рации обе аналоговые, да, то есть не то, что одна там цифровая, а другая аналоговая. Вот, все должно как бы работать, да. Но вот почему-то в одну сторону работать, в другую нет. Это говорит о том, что на одной из раций установлены субтона. И вот как раз-таки здесь я специально установил субтон DTS. Сейчас, соответственно, происходит вот такой вот момент. Необходимо что сделать? Необходимо этот субтон отключить на этой рации, либо включить субтон на этой рации. Но так как в нашем случае, чтобы включить здесь субтон, здесь необходимо компьютеру подключить, запрограммировать и так далее. Поэтому мы выключим здесь. На, значит, 82-й, так же как и на рации UV5R, выключается таким образом. Заходим, находим 12-й пункт, да, выключаем. Вниз выбираем OFF, сохраняем. И дальше следующий пункт, так, значит, 10-й пункт. Так же выключаем. Включаем OFF. И теперь у нас голые частоты. То есть здесь без субтонов и здесь без субтонов. Рации, обратите внимание, что раз-раз-раз-раз в одну сторону и в другую сторону. Раз-раз-раз-раз. Раз-раз-раз-раз. Всё у нас стало работать. То есть, когда вы сталкиваетесь с такой ситуацией, говорит о том, что у вас на одной из раций установлены субтона. Субтон вообще это специальный низкочастотный тональный сигнал, который передаёт рация. И вот если на рации включены субтона, то, соответственно, она не воспринимает рацию, у которой либо другой субтон включен, да, либо не включены вообще. Но при этом вот эта рация, если на ней включены оба субтона, входящий и сходящий, да, то все рации на этой частоте слышат. Поэтому многие думают, что это некое шифрование, что мы сейчас включим субтона, нас никто не слышит. Да, вы никого постороннего, так скажем, слышать не будете, да. Но вас слышат абсолютно все. Поэтому вот такой вот нюансик. Поэтому вот либо работаете, чтобы у вас все рации были настроены на одинаковой частоте и вот с дополнительной вот этой настройкой в виде субтонов у всех, чтобы были одинаковые. Тогда вы работаете в группе, лишнего ничего не слышите. Также не слышите каких-то помех и прочих-прочих моментов, которые создают там, например, сигнализация автомобилей, там какие-то провода и другие излучения. Соответственно, как выключить на других рациях? Вот если рация такого формата, да, как, например, Грифон, Аргут, вот, Боуфенк, без кнопочек, без ничего, то есть либо выбирать тот канал, на котором нету субтона, выключать субтон необходимо посредством подключения к компьютеру и, соответственно, программированием рации. Если рация с дисплеем, как здесь, да, ну здесь это в настройках, да. Если рация попроще, бывает там Моторола, мыльница или еще что-то, у них, значит, реализовано как? Циферка 3 большая, тут это обычно частота, и, например, циферка там 2 рядом, это, значит, это, скорее всего, субтон. И, соответственно, вы выключаете этот субтон, либо переключаете все остальные рации на такой же субтон. Вот и все. Вот такой вот момент, поэтому, если у вас рация работает в одну сторону, и она полностью исправна, микрофон там и так далее, и так далее, да, то обратите внимание на субтона. Важно, чтобы либо они были включены у всей компашки одинаковые, одинаковая частота и одинаковый субтон включен, либо выключите его, чтобы у вас просто была одинаковая частота. Кто что думает, пишите вниз в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.